Я увлеклась женатым мужчиной. Наши отношения длились шесть лет. Изначально я не надеялась ни на что, ни на брак, ни на семью, но настало время, когда мы начали требовать друг от друга слишком многого. Когда я начала встречаться с ним, мне было 19, а когда мы расстались, мне было 25. Я была слишком молода, чтобы понимать все за и против подобной связи, когда она только начиналась. Прабху и я встретились впервые в УТИ на съемках фильма. Он говорит, что это была любовь с первого взгляда. Для меня же он был просто хорошим другом, который постепенно стал значить нечто большее. У нас были замечательные отношения, но было также и постоянное напряжение, с которым мы не могли справляться вечно. Он был зажат между своей женой и мной. Порой обиды и боль захлестывали меня. С ними было тяжело справляться. Вообще я очень вспыльчива, но если меня по-настоящему обидеть, я превращаюсь в молчаливый камень. Именно так и случилось в то время, потому что я не могла больше жить в таком стрессе. Моя связь с женатым мужчиной лишила меня пяти крупнейших проектов. Это меня окончательно добило. Моя карьера пошла в кривь и в кость, и я осталась без работы на целый год. С конца 93-го по 94-й год. К концу 95-го наши отношения уже близились к концу. Я сидела дома в горьких раздумьях, а затем просто решила положить этому конец. И как только окончательное решение было принято, я перестала отвечать на его телефонные звонки и встречаться с ним. Сегодня у меня нет никаких сожалений. Я многому научилась от него. Сегодня, если люди говорят, что со мной интересно общаться, и я хорошо выражаю свои мысли, этому я обязана прапку, потому что он вытащил меня из моей раковины и сделал из меня леди. Мне совершенно некого винить в нашем разрыве, потому что правда в том, что он был женатым человеком с двумя детьми. И теперь, когда мы встречаемся где-то, между нами нет горечи. Я даже была на свадьбе его сына. Я знаю всю его семью, а его жена – одна из прекраснейших людей, с которыми мне довелось встретиться. Сегодня я в состоянии понять, что она чувствовала. Анализируя прошлое, я понимаю, что подобная связь была моей ошибкой, но я была так молода. После ухода отца я замкнулась в себе, а он стал для меня единственной надеждой. Я была напугана, что люди решат, что без отца я легкая нажива и воспользуются моим положением, поэтому я даже воздерживалась от разговоров, чтобы люди не подумали чего-то неподобающего. Со своим мужем Сундером я познакомилась на съемках. Это был его дебютный фильм в качестве режиссера. Говорят, когда он увидел меня, он сказал своим друзьям, если я женюсь, то это будет точно такая же девушка. Мы начали съемки в палаче, и однажды он увидел меня без грима. Именно в тот момент он сказал друзьям, что хочет жениться на мне. Они же ответили, что он всего лишь режиссер-дебютант, тогда как я звезда, и что ему следует образумиться. Тем не менее, мы стали близкими друзьями во время съемок этого фильма. Как-то раз он спросил меня, если у нас будут дети, на кого они будут похожи, на тебя или на меня? И я просто рухнула на месте. Я спросила его, ты что, предложение мне делаешь, что ли? И он ответил, ну разумеется. А потом опустился на колени и произнес, ты согласна выйти за меня замуж? Мне понравилось то, как бесхитростно он это сделал. И я сразу же ответила, да. Мы до сих пор подшучиваем над тем случаем. Он постоянно говорит, ну что ты, подумать не могла, что ли? Взяла и сразу согласилась. Так я даже сбежать не успел. А я отвечаю ему на это, взгляни на наших детей. И тогда он говорит, это единственная причина, по которой я тебя прощаю. Если серьезно, наверное, это было лучшим принятым мной решением в моей жизни. Мы встречались пять лет до того, как поженились. Мы прошли через лучшие и худшие периоды в жизни. Мы ссорились, расходились и снова сходились. Но лучшее во всем этом то, что мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мы разные, как день и ночь. Но быть вместе нам было уготовано самой судьбой. Вскоре мы стали жить вместе. Через пять лет я забеременела. Я снималась где-то поблизости парка Рохини. А он был в палаче. Когда я позвонила, чтобы сообщить ему новость, он сказал, сделай тест и перезвони. Когда я перезвонила с подтвержденными результатами, он воскликнул. Поздравляю! Он был так рад, что купил сладости и заказал плов для всей съемочной группы, говоря каждому, моя жена беременна. А потом он вдруг осознал, черт, мы же еще не женаты. Он позвонил поздно не ночью того дня и сказал, выбирай дату, мы женимся. У нас была индуистская церемония бракосочетания по всем традициям. И нам ни разу в голову не пришло, что он был индуист, а я мусульманка. Даже сегодня для нас нет никакой разницы. Если вы спросите наших детей, индуисты они или мусульмане, они ответят, мы индийцы. Самое лучшее в нашем браке это полное взаимопонимание. Сундер великолепный режиссер, но я всегда говорила ему, что ему стоило бы также играть и в кино. И, наконец, он внял моему совету его первый фильм в качестве актера, который он сделал уже после нашей свадьбы, стал огромным хитом. Сегодня он одинаково популярен как актер и как режиссер. Замужняя жизнь была очень счастливой. Нашей первой дочерью стала Авантика, а через два с половиной года родилась Анандита. Примерно в то же время я переключилась на телевидение. Ей еще и годика не было, когда канал VJTV пригласил меня на съемки сериала. Одновременно с этим я приняла участие в популярном шоу Jackpot на Jaya TV. Jackpot стал первой попыткой выражения моих мыслей и идей публики.